И он на меня посмотрел и сказал, Рамзан, настанет дни, направил палец в сторону, на Украину, там будут воевать твои войска, и они одержат победу. Как раз вот эти люди будут отправлять туда тех, кто не хочет погибать в Украине за Путина, за тебя, за то, чтобы у тебя все было хорошо, твои дети отдыхали в Дубае. Тумсо, ты ощущаешь, как Россия трещит по швам? Если путинский режим падет, не ждет ли в границах РФ война всех против всех, как в период гражданской войны сто лет назад? Кто сегодняшние большевики? Я очень хорошо ощущаю то, что происходит сейчас в России, вот эти изменения. И я как чеченец, так как большинство моей деятельности все-таки направлено на Чечню, на Кавказ, Я прежде всего ощущаю это по сегодняшней Чечне, по Кадырову, как у него меняется риторика, как он начинает говорить то, что не говорил до этого. И один из таких примеров того, что он стал высказываться гораздо более неосторожнее и говорить какие-то совершенно нескромные вещи. Сейчас я вам покажу один отрывок, ролик. На днях, вчера, по-моему, или, ну неважно, на днях Кадыров выстроил все свои батальоны, собрал товары, всех-всех-всех вооружил, выстроил и устроил какие-то, смотри, он любит, это не первый раз он уже делает. И приезжал, значит, в гости к Кадырову так называемый президент, или кто он там, глава ДНР, Пушилин. В общем, было очень много всего сказано, все выступали, и, конечно же, больше всех выступал Кадыров. И в этот раз Кадыров сказал такие вещи, которые, во-первых, он до этого, я не помню, чтобы он что-то подобное говорил, а во-вторых, нам очень важно отметить вот этот вот момент, эту речь, как некий исторический такой период, когда Россия испытывает, понятно, что Россия сейчас в результате поражения на Украинском фронте, Россия сейчас несет там потери, она, по сути, отступает, и это период, когда Россия ослабевает. И Кадыров тоже это ощущает. И поэтому он начинает говорить какие-то, высказываться как-то так, как, высказываться так, как он не высказывался до этого. Что-то у меня сегодня язык заплетается. И вот сейчас я вам покажу небольшой отрывок из этого, из его речи. Обратите внимание, что он сказал. Ну, может, кто-то скажет, это сказка, что я придумал этот он. В 2006 или 2007 году я разговаривал с одним стариком. Такой красивый старик был, ухоженный. И я его привез предъявить там недовольство, обсудить с ним одну тему, которую он озвучил. И он на меня посмотрел и сказал, Рамзан, настанет дни, направил палец в сторону, на Украину. Там будут воевать твои войска, и они одержат победу. Тогда ты вспомнишь мои слова. И тогда ты реально убедишься в том, что я прав. Ну, я с иронией отнес их к его словам. На самом деле, наши предки всегда говорили, когда кто-то возвращался домой, что происходит на стороне Украины. И эта война, не сегодня придуманная война. Эта война придумана еще, так скажем, записана во всех историях, книгах, что будет война против сатанизма. Рассказывая о том, что ему говорила царь, Кадыров говорит, твои войска будут воевать в Украине. Это очень важный такой момент. Я думаю, что это такой, знаете, вот это вот старт новой риторики Кадырова. Твои войска Кадыров уже официально называет их своими войсками. Не российскими, а уже своими. Я думаю, что это напрямую связано с ослаблением России. И, возможно, скоро мы увидим Кадырова уже в новом топе Амплуа, когда он будет претендовать уже на совершенно другие позиции. Но я не буду, я вообще не люблю делать прогнозы, поэтому я не буду как-то эту тему спойлерить. Но в этих словах я почувствовал такое начало новой Кадыровской эпохи. Ну а что касается вот этой вот темы, типа какой-то старик. Вообще у нас любые заблудшие вот эти темы, они всегда связаны с какими-то стариками, которые что-то говорили, предсказывали будущее. У нас вот любые какие истории, все, что у нас было, всевозможные заблудшие люди, когда они что-то пытались обосновать какую-то свою деятельность, они всегда говорили и продолжают и сегодня говорить. Это не только кадыровская фишка. У нас есть такие типы. И даже те, кто называют себя противниками России, они тоже любят, знаете, апеллировать на каких-то стариков. Вот они у нас говорили, старики нам предсказывали и так далее. И вот кадыров здесь тоже используют какого-то старика. В начале этой истории он сказал, кто-то скажет сказка, да, может быть и сказка, да, может быть и реально нечто подобное было. Но интересно то, что он апеллируя на этого старика, он говорит, что значит он ему сказал, указал пальцем в сторону Украины, что вот значит там будет война. Я вам вот прям железно 100% могу сказать, что у нас вряд ли есть вообще какие-нибудь старики, которые знают, в какой стороне Украины находятся. Могут показать, приехать в резиденцию Кадырова и из резиденции Кадырова указать в сторону Украины. Я более того вам 100% даю. Кадыров не знает, в какой стороне находится Украина, чтобы указать в ее сторону пальцем. Это, конечно, это неправда. Но вот сама постановка, типа, знаете, вот значит там у нас говорили, какие-то старики говорили, значит, что будет война в Украине, что вот украинцы, они там статанисты. У Геббельса есть, у Йозефа Геббельса есть такое высказывание, что ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Кадыров недавно начал эту риторику вести и на нее все, в том числе и я, отреагировал шуткой. Когда он на чеченском языке сказал, что наши, типа, деды, типа, предки говорили, когда приезжали, мол, откуда-то не спрашивали, что там в Украине. У нас, конечно, никто никогда ничего подобного не говорил. Вообще в чеченской повестке никогда не стояла Украина. Вообще нет такого, понимаете? Но Кадыров тогда это сказал. Мы все над этим посмеялись, друг друга, значит, прикалывались друг с другом. А ваши предки, когда вы спрашивали вас про Украину, а твой дед, когда приходил там с поля, значит, он спрашивал, что там в Украине. Мы вот так вот друг с другом пошутили. Но сейчас, видите, это уже выдается на совершенно другом уровне. Какой-то старик, я его привез, а он был к ним-то правительством, видите, он мог там предвидеть что-то. И он сказал, что будет вот там вот в Украине. Тут же идет, значит, новый посыл. У нас всегда там наши предки говорили, что война будет в Украине. Это все неправда, не говорили. Но эта риторика сейчас нужна. Тысячу раз он повторит эти слова, эту ложь, чтобы сделать ее правдой. И какие-то люди, возможно, действительно в это поверят. Поэтому очень важно говорить о том, что это неправда. Тысячу раз он будет пытаться пропихнуть эту ложь, тысячу раз нужно ее опровергать и заявлять о том, что это неправда. Никогда, никакие предки, никакие святые угодники, никто никогда не говорил про Украину. Даже вот эти вот заблудшие какие-то типы наподобие Кадырова и его там, этого Куфрията. Даже всевозможные там суфийские сказки, очень сильно бытовавшие и бытующие в чеченском обществе, никогда в них не было упомянуто Украина. Никогда. В никаких, до сегодняшнего момента, до начала вот этой вот военной специальной операции, ни в каких передачах этих суфийских сказок не бывало Украины. Это все неправда. Сейчас вам, возможно, сочинят какие-то новые вещи, сейчас куда-то какие-то истории впихнут Украину, сейчас скажут, что какие-то иносказательные вещи, которые относились вообще, может быть, не может быть, а 100% относились к России, их сейчас будут поворачивать на Украину, говоря, что это, если шла там речь про Украину, но на самом деле ничего подобного не было, и это нужно зафиксировать, об этом нужно говорить. Это неправда. Никогда у нас никто про Украину не говорил, потому что у нас никогда не было никаких проблем с Украиной, и ничего не предвещало этих проблем. То есть не было ничего того, из чего можно было бы сделать вывод, что у нас будут какие-то вообще вопросы, какие-то терки с Украиной. Ну и на этом же, значит, мероприятии, Кадыров также высказался еще циничнее. Давайте сначала послушаем его. Хотим мы, не хотим, каждый должен умереть, Дон. Каждый день в Чеченской республике по разным причинам, болезням умирает от 16 до 20 человек, Дон. Своей смертью, Дон. Будешь ты, Дон, на Украине или будешь ты в Грозном, Дон, от этого ничего не зависит, Дон. Каждый день у нас в республике умирает от 16 до 20 человек, говорит Кадыров. Поэтому, в принципе, что переживать, потому что там, из-за того, что там в Украине кто-то умирает, если так и так у нас умирает 16 до 20 человек. Интересно, с каких пор это, почему эта логика начала работать только когда началась война в Украине? Почему до сих пор, когда нужно было сражаться с врагом, когда Россия пришла, российский оккупант пришел на нашу землю, почему-то тогда вся риторика была на сохранении жизни. Ни в коем случае не умирать. Надо сохранить хотя бы одну чеченскую жизнь. Почему тогда, вот твой отец, допустим, Кадыров старший, почему он говорил, наша задача сохранить хотя бы одну жизнь чеченцев? Вместо того, чтобы сказать, да у нас и так каждый день умирает от 16 до 20 человек своей смертью. Ну, подумаешь, там погибнут в войне. Почему не было этого? Почему, когда наши ребята уходили воевать против России, уходили в лес, вы только и делали, что рассказывали нам о том, что надо сохранить жизнь, сохранить жизнь, не надо умирать. Почему вы хотите умирать? Мы постоянно умирали, теперь нам нужно жить. Чеченцы должны жить, чеченцы не должны умирать. Вот так постоянно одна и та же риторика была. Почему сейчас, когда речь зашла об Украине, тут мы вспомнили, что у нас ежедневно и так умирает 16-20 человек. Подумаешь, там плюс к ним прибавится еще погибающий в Украине. Почему, когда у нас ребята начали уезжать в Сирию, воевать там против режима Асада, я сейчас абсолютно не оправдываю, просто констатирую. Вот они уезжали туда, у нас был такой отток. Почему тогда вы садились, вы кого-то, если вы поймали, вы его возвращали, садились перед камерами и говорили, что почему вы уезжаете туда умирать? Зачем умирать? Нужно жить. Вот, значит, самое лучшее, самый лучший джихад для вас, это, значит, своих родителей обеспечивать, сделать так, чтобы родители были довольны. Чеченцы не умирайте, чеченцы, мы должны жить. Постоянно была вот эта риторика. И вообще, до сих пор вы говорили, что путь Ахмата, это, значит, сохранить хоть одну чеченскую жизнь. Но как только Путину понадобились эти жизни, чтобы кидать их в мясорубку в Украине, тут у вас риторика вот так по щелчку пальца изменилась. Теперь, Кадыров, ты знаешь статистику, что у нас каждый день умирает по 16-20 человек к своей смерти. Это естественный процесс. Конечно, люди умирают, у нас каждый день люди умирают, каждый день в родильных домах Чеченской республики рождаются новые чеченцы. И ты теперь, апеллируя вот этой статистикой, ты оправдываешь отправку этих ребят, чеченцев, на войну в Украину. Мне плевать, я вообще не хотел на реальных твоих сотрудников, если бы ты их туда отправлял и их там утилизировали, мне абсолютно их не жалко. Но это ведь риторика, не для них ты их никуда не отправишь, тебе они нужны для того, чтобы контролировать народ. Как раз вот эти люди будут отправлять туда тех, кто не хочет погибать в Украине за Путина, за тебя, за то, чтобы у тебя все было хорошо, твои дети отдыхали в Дубае, как ты там высказался, да, мои дети обеспечены, у них есть все, у вас нет ни хрена, сказал ты, я цитирую. Вот они, эти люди, рядовые чеченцы, большинство чеченцев не хотят погибать за то, чтобы у твоих детей было все, а у них не было ни хрена. И когда тебе и твоему руководителю Путину понадобилось, чтобы эти люди туда и ехали, и погибали, ты начал приводить статистику, ты начал мотивировать людей тем, что там какие-то у нас предки, какие-то святые угодники говорили про Украину, абсолютную ложь, чушь. Ты начал говорить, что тот, кто, что якобы в Украине там что-то чуть ли осквернялся ислам, что-то ли там ругали Аллаха, там ругали пророка. Короче, ты что только ты не придумал, хотя ничего из этого в реалии это все не имеет никакого отношения к действительности. И мотивируя теперь этим, апеллируя, ты говоришь, что тот, кто не хочет туда ехать, тот чуть ли не мужчина. На этой встрече ты сидишь, стоишь, говоришь, пусть надевают на себя платье, а не мужчины. Ну, люди за твои интересы, за интересы Путина там погибать не хотят и правильно делают. Молодцы. Я напоминаю чеченцам, что мы не должны погибать за российские интересы. Если вас туда пытаются отправить, вы должны сделать все возможное, чтобы не попасть в Украину в рядах российских вооруженных сил. вы должны делать все возможное, скрывайтесь. Если к вам пришла повестка, это не значит, что вы теперь должны пойти в военкомат. Не идите туда, ни в коем случае не идите в военкомат. Куда-то уезжайте, в другие регионы, если не можете уехать за пределы России, если можете уезжать за пределы России. Делаем все возможное, чтобы туда не попасть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин